Привет, меня зовут Николай Соломко, я конструктор украинской парапланерной фирмы СЕА. Я хочу сегодня провести небольшой обзор нашей подвесной системы Руна. Очень легкая подвесная система. Она имеет такую конструкцию. Она бездосочная, она имеет надувной амортизатор, запасной парашют имеет фронтальное размещение. Он находится всегда в поле зрения колода. Подвеска закрывается двумя полотнищами, передними полотнища закрывается на дополнительные магниты. Теперь я хочу рассказать о надувании протектора перед взлетом. Доступ к этому амортизатору находится в заднем кармане, который за спиной пилота. Амортизатор надувается примерно за 10-12 выдохов. Слишком сильно амортизатор надувать не надо. Здесь пробкой закрывается этот шланг надувной. И этот же шланг прячется в этот же задний карман. При выдохе почувствую, все, вот он уже надутый, этого достаточно. Теперь я хочу рассказать про некоторые регулировки подвесной системы. Во-первых, регулировка длины переднего обтекателя, собственно, кокона. К доске идет 4 шнура, которые крепятся на вот такие вот узелочки. По вот этим узелкам легко эти шнуры передвигать. Например, вот если мы хотим чуть-чуть укоротить кокон, мы... Так, здесь есть еще регулировка самого сиденья. Во-первых, наклон передней части сиденья и поддержка поясницы пилота. Получается, здесь к основному ремню идет два шнура, тоже на узелках. Вот передний шнур, угол наклона сиденья. И задний шнур, поддержка поясницы. Регулировка аналогичная переднему обтекателю на узелках. Кроме этого, конечно же, есть боковая регулировка. Регулировка. Ленточка на пряжках. Эта лента идет на осиловый карабин. И регулировка плечевых ремней. Еще есть небольшая регулировка на поясной лямке. Это как бы можно регулировать в небольших пределах расстояние между карабинами. Регулировка не очень большая, но как бы помогает чуть-чуть. Перез взлетом это боковые воздухозаборники, через которые надувается задний обтекатель, то есть задний ход подвески. Для того, чтобы они не повреждались при транспортировке, они сделаны такими разъемными. Вот тут пластиковая вставка, которая держит форму воздухозаборника. Перез взлетом надо просто-напросто липучку соединить на воздухозаборниках. Направо. Так, ну, теперь, как стегиваться подвесную систему. Одеваем подвеску. Первым делом застегиваем замки силовые. Здесь стоит система GetUp на пряжках. Мы специально сюда не ставим кликлоки, потому что эти пряжки, они более надежные. Они не имеют тенденции к самопроизвольному расстегиванию. В отличие от кликлоков. Застегнули пряжки. Потом мы берем с правой стороны шнур, который проходит через колечко у силового подцепа, шнурочек, который заканчивается бусиной. Черная пластиковая бусина. И соединяем его с петелькой на левом переднем полотнище. Просто бусину продеваем в эту петельку. Все. Она закрыта. После этого застегиваем кокпит. Кокпит здесь пристегивается к плещевым ремням на маленьких пластиковых кликлоках. Пристегнули кокпит. Все. Он уже никуда не денется. И после этого берем шнур, который прикреплен к ножному обхвату и продеваем его в лювер слева от кокпита. Выводим вот эту петельку, держим ее. И потом в нее, в эту петельку продеваем бусину, которая закреплена на левом шнуре. Левый шнур у левого силового карабина. Продеваем аналогично бусину в эту петельку. Все. Вот это закрыто. После этого, конечно же, не забудьте подсоединить акселератор подвесной системы к соответствующей системе на свободных концах параплана. Хочу рассказать про карманы на подвесной системе. Прежде всего, здесь есть внешние боковые карманы, слева и справа. Хочется сделать акцент, что эти карманы очень удобны для вещей, которые нужны перед взлетом. В них очень удобно перед взлетом вложить перчатки. Это маленькие, небольшие, легкие карманы для небольших, соответственно, вещей. Так. Теперь хочу рассказать про остальные карманы на подвесной системе. Кроме вот этих внешних боковых карманов. Ну, прежде всего, конечно же, большой, достаточно для подвески такого класса карман сзади на спине. В подвесной системе здесь есть еще два внутренних небольших кармашка внутри подвески самой, слева и справа. Они эластичные, в них удобно помещать какие-то вещи, что-то вроде радиостанции, тех же самых перчаток. Может быть, аптечку туда удобно положить. Есть еще один карман под кокпитом, непосредственно под кокпитом. Когда на кокпите размещены приборы, сюда очень удобно положить, например, пауэрбанк для приборов, которые работают на панели кокпита. В подвесную систему мы сзади комплектуем с такими кусками лески. Они очень удобны для чековки запасного парашюта. Также есть еще карман под коленями пилота. Для каких-то там дополнительных вещей. Этот карман имеет небольшую регулировку на такой веревочке. Если вещей там немного, можно затянуть вот эту стяжку. Передняя доска обтекателя сделана из довольно тонкой фанеры для уменьшения веса. Поэтому такая особенность подвесной системы, о которой хочется предупредить всех пилотов, что в нее нельзя упираться одной ногой, особенно по центру доски. Когда мы распираемся в подвесной системе, надо давить в боковую часть доски хотя бы одним, скажем так, ботинком. Ну, или, конечно же, лучше двумя ботинками. Но не в центр доски, потому что ее, в принципе, довольно легко сломать. Следующий этап, собственно говоря, упаковка в подвеске. Сперва мы открываем клапан на шланге амортизатора, чтобы он начал спускать воздух. Надо не забывать перед упаковкой расстегивать воздухозаборники, чтобы пластиковые усиления распрямить, и чтобы они не повредились в упакованном состоянии. Если он не сдулся полностью, можно аккуратненько его спустить, слегка надавить на него, чтобы воздух быстрее вышел. Система поставляется в таком небольшом упаковочном мешке. И когда подвеска уже сложена пополам, вот здесь мы еще раз контролируем вот эти пластиковые усиления на воздухозаборника, чтобы они были распрямлены, чтобы они не повредились. И подвесную систему просто запихиваем в этот упаковочный мешок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok